добрый день всем нашим друзьям клиентам подписчикам все кто нас смотрят здесь на нашем youtube канале меня зовут арина я менеджер компании в им канария с агентства недвижимости сегодня 15 февраля самый разгар зимы мы находимся на тани рифы на одном из самых прекрасных красивых пляжа юга острова пляж эль дюки как вы заметили сегодня достаточно солнечный день что очень характерно для тани рифы мы все 365 дней в году или почти 365 дней наслаждаемся солнцем и ясной погодой но сегодня мы поговорим на одну из актуальных тем которая затрагивает так как туристов так и местных жителей острова что же такое метеорологический феномен калима для начала дадим определение этому феномену калима это погодное явление которое характерно в проявлении прежде всего на канарских островах она приходит на юг на тани рифы на форт-авентуру гран-канарию и на близлежащие острова калима это смесь мелких частиц песка которые витают в воздухе и прибывают к нам на канарские острова с пещеры сахара который располагается на на африканском континенте калима на тани рифы приходит в основном перед жаркими летними днями как же часто приходит к нам калима на острова это явление может приходить как в раз в неделю так и раз в месяц в зависимости от песчаных буль которые проходят на африканском континенте как долго длится калима калима может длиться от одного дня до недели следующий вопрос какая погода бывает во время калимы когда наступает калима обычно происходит некий сдвиг в температурах местные жители не очень рады наступления этого феномена но тем не менее туристы которые приезжают сюда с холодных стран наслаждаются этим теплым воздухом и повышению температур однако важно отметить что долгое пребывание на улице во время калима может пагубно отразиться на здоровье особенно на здоровье тех людей которые страдают респираторными заболеваниями или аллергией симптомы которые проявляются у людей после долгого нахождения на улице в открытом помещении при калиме это покраснение глаз сухость в горле усталость сонливость и желание пить много жидкости и сейчас я вам дам несколько подсказок как пережить калиму лучшим образом нужно пить больше как можно больше жидкости нужно избегать нахождения под ярким солнцем нужно носить закрытую одежду и нужно обязательно носить солнцезащитные очки панамку и пользоваться кремом от загара и напоследок я вам расскажу о нескольких фактах интересных фактах о калиме первое это ученые посчитали что калима приносит до полутора миллионов тонн песка на канарские острова то есть представьте какого размера будет в скором времени наши острова похоже на песочницу затем от калимы в основном страдают острова такие как форта форта вентура лансароте и тенерифы которые ближе всего расположены к африканскому континенту ну и напоследок сильнейшее проявление калимы у нас на тенерифе было зафиксировано в 2020 году как многие наверное помнят в разгар карнавальных каникул прямо перед пандемией коронавируса небо было на острове буквально смысле оранжевым я вот показываю вам фотографию здесь можно заметить как небо превратилось в некую песчаную бурю и посмотрите на небо на сегодняшний день колоссальная разница заметь можно заметить колоссальную разницу и на сегодняшний день как вы видите остров тенерифы отдыхает на сто процентов от калимы мы видим голубое небо и синий океан просто замечательный февральский теплый денек спасибо большое вам за просмотр наших видеорепортажей с каждым разом мы стараемся снимать более интересные темы актуальные темы и радовать вас своими видео о жизни на острове на острове тенерифы мы напоминаем вам что мы всегда рады вашим комментариям и вопросам о жизни на тенерифы на которые мы будем с радостью отвечать с вами была арина менеджер компании vim canarias и до скорых встреч на тенерифы и vim canarias а а